Воскресе Христос Здравствуйте, Отец Александр! Христос воскрес! Воистину воскресе Христос нас! В течение 40 дней мы празднуем Пасху. Праздник праздников, торжество из торжеств. Но самые радостные, пожалуй, первые дни, дни Светлой Седмицы. В чем особенность этих дней? Чем они так важны? И как сохранить эту пасхальную радость как можно дольше? Мы не раз уже на наших передачах говорили с вами о том, что церковные праздники отличаются от праздников обычных, светских, особым периодом приготовления к ним и так называемым попразднством, то есть днем после праздника, когда церковь продолжает ликовать о прошедшем событии. Так как Пасха, светлое воскресение Христово, это не просто праздник, а согласно текстам церковных богослужений, это праздник праздников и торжество из торжеств, все-таки на сам праздник, конечно, выделяется гораздо больше времени. Вы правильно заметили, как мы 40 дней к ней готовились, к Пасхе и постились, так мы 40 дней радуемся воскресшим Спасителе, и все 40 дней приветствуем друг друга пасхальным приветствием, словами «Христос воскресе», отвечая на них «воистину воскресе». Но и сам день Пасхи тоже продлевается. Не попразднство, а сама Пасха совершается все 7 дней, всю вот неделю. Это такое древнее церковное правило, оно во многом объясняется тем, что не всякий человек имеет возможность действительно в сам день Пасхи, особенно в саму светлую спасительную ночь светлого Христового воскресения, иметь возможность быть в храме. Кто-то может быть на вахте, кто-то нести свой важный пост, у кого-то рядом может быть больной человек и не с кем подмениться. И получается, что люди в таком случае лишены праздника Пасхи. Но вот чтобы этого не случилось, у церкви есть решение. В любой из дней так называемой «Светлой Седмицы» богослужение в храме один в один совпадает с богослужением самого дня Пасхи. И совершается, как все знают, дополнительно после пасхальной божественной литургии крестный ход вокруг храма, торжественное, радостное действие, через которое показывается, как крестьяне ликуют, как они ценят и дорожат этим самым главным днем для любого верующего человека. Заканчивается этот период особой радости только лишь к воскресению. Он отмечен не только разной внешней составляющей. Какой? Это особые службы, наличие крестных ходов. Весь этот период в храме открыты царские врата и двери иконостаса, что символически показывает нам, что Царство Небесное открыто теперь для каждого желающего спастись. И, конечно, как детям, так и взрослым гораздо интереснее стоять за богослужениями, молиться, потому что они видят все, что происходит на волтаре. Хочу заметить, что очень много экскурсий сейчас проходят в храмах. Вот я обратила внимание, что детям показывают, поднимаются на колокольню. Можно же позвонить. Совершенно верно. Это лучшее время для экскурсий, потому что все видно. И практически можно закрепить увиденное. Действительно, эту неделю еще называют в народе звонильный, потому что есть такая благочестивая традиция, что в Светлую Седмицу, начиная от дня Пасхи, в течение недели, может подняться на колокольню абсолютно любой желающий и в меру своих сил, возможности позвонить к Волкала, восславить, таким образом прославить воскресшего Иисуса Христа. Что еще? Мы видим перед царскими вратами, перед иконой Спасителя, на иконостасе, лежит особый хлеб, артос. Это тоже такой очень важный момент. С ним ходят нагрестные ходы. Этот хлеб особый, он выпекается большой, круглой формы, освящается после пасхальной божественной литургии в саму ночь праздника. И у него очень простая такая трогательная история. Дело в том, что ученики Господа по-прежнему после его смерти и воскресения продолжали собираться вместе, но, естественно, не могли забыть о своем учителе и не могли занимать его место. Так вот внутренне не давало им возможности подсесть ближе друг к другу. Они оставляли место для своего учителя и даже оставляли хлеб ему. А потом говорят, что стали на его место ставить хлеб. В общем, как-то визуально подчеркивали, что он всегда находится с ними, что они о нем помнят. И эта традиция укрепилась в веках, и в церкви по-прежнему. Мы каждую Пасху освящаем Артас, святой хлеб, который символизирует Господа, символизирует его присутствие с нами. И, к слову-то сказать, почему вот у нас одно из главных пасхальных яств – это кулич. Кулич – это потомок Артаса. Это такой маленький домашний Артас. Люди видели Артас в храме. Им хотелось, чтобы святой хлеб был тоже у них дома. И, естественно, он так уже немножечко в народе видоизменился. Он стал более вкусным, сладким, с изюмом, с посыпкой, украшен от всей души. И поэтому на православной трапезе в течение всей светлой седмицы можно увидеть на столе во главе стола кулич, который также как Артас напоминает людям о том, что Господь Иисус Христос, распятый и воскревший за весь человеческий род, тоже вместе с ними находится в доме, участвует в их трапезе. А что потом будет с Артасом? В субботу, как раз таки сегодня, мы после богослужения праздничного, он раздается верующим людям в небольших, конечно, количествах, но тем не менее люди хранят его особо и употребляют в случае необходимой острой помощи Божией, в случае тяжелой болезни, каких-то стрессовых, серьезных ситуаций. Он употребляется как просфорас, верой, молитвой. Мы стараемся его употреблять натощак. Поэтому будет очень замечательно, если кто-то из наших телезрителей успеет или уже успел эту святыню принести к себе домой. Помимо богослужебных особенностей в храме, очень интересно, даже в быту отражаются особенности Светной Седмицы. Например, утренние и вечерние молитвы, к которым достаточно привыкли люди воцерковленные, к которым тяжело привыкать людям, только что пришедшим в храм, отменяются. В церкви отменяется полностью всякое чтение и богослужение, очень короткое, динамичное, состоит практически на 100% из радостного светлого пения. Поем и мы дома вместо утреннего и вечернего правила часы Пасхи, набор самых ярких, известных, многие знают их наизусть, пасхальных песнопений, которые создают нужное настроение и радость воскресшему Спасителю. Вот весь этот радостный, такой необычный период, когда, конечно, принято делать добрые дела, ходить друг к другу в гости, радовать друг друга чем-то, подарками, вкусной едой, мероприятиями, он рано или поздно закончится. Ведь кончился пост, кончится и праздник. И вот как раз таки в субботу уже вечером затворяются в храмах царские врата, прекращается пение исключительно пасхальных песнопений, и потихоньку, постепенно, как когда-то мы говорили, входили в пост по чуть-чуть, теперь мы потихоньку из праздника Пасхи радостно выходим в наше бренное, бденное существование. И вот все ночные обдения, которые совершаются в субботу вечером, оно уже похоже на привычное богослужение, но до самого праздника Вознесения Господня, который мы празднуем на 40-й день, пасхальные особенности из раза в раз будут повторяться за богослужением, и мы их будем видеть и слышать. В частности, молитва Царю Небесной не будет читаться и петься до самого праздника Святой Троицы. До этого мы везде поем «Христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ», а после праздника Вознесения, до праздника Троицы, сразу начинаем читать свои молитвенные правила, с молитвы «Святый Божий, Святый Крепкий и Святый Бессмертный помилуй нас». Каждая неделя после Пасхи имеет свое предназначение. Она посвящена либо каким-то важным событиям, либо совершается память тех святых, которые имеют отношение к этому событию. Об апостоле Фоме мы не так много знаем, но именно ему посвящается воскресенье, первое воскресенье после Пасхи. Почему? Это же воскресенье имеет еще одно название, которое очень смущает некоторых людей. Там написано крупными красивыми красными буквами «Антипасха». А так как многие из нас привыкли приставку «анти» воспринимать только как «против», то человек не очень сведущий и начинает как-то пожимать плечами и говорит, что это такое, мы только что праздновали Пасху, а теперь какая-то «Антипасха». На самом деле здесь есть определенная логика, и я почему начну именно с этого, это логически завершит мои предыдущие мысли. Вот этот весь период, о котором мы только что говорили, заканчивается именно в этот день. Поэтому, так скажем, праздник Пасхи и праздник воскресенья после Пасхи обрамляет вот эту седмицу непрекращающейся радости. И как будто замыкает, стоит напротив праздника Пасхи. Поэтому никакого противопоставления и противодействия торжеству нашему нет. А так называется день последний, вот светлой седмицы, красной горки, как называли у нас в народе ее, день последний, когда мы уже от особого праздничного строения потихонечку переходим к нашим житейским делам, не оставляя памятования о воскресении Христа. Действительно, эта неделя называется еще Фоминой в честь апостола Фомы. Посмотрите как, вроде бы, вроде бы, у нас же принято, вот мы празднуем Рождество Христа, а на следующий день у нас, да, чтится память Престой Богородицы, как непосредственного участника события. Вот мы празднуем там Рождество Иоанна Претеча, а на следующий день чтим его родителей. То есть, непосредственных участников события. По идее, по логике вещей нашей земной, после праздника Пасхи, Светлого Воскресения Христова, ну, нужно почтить Матерь Божью Пречистую. Надо как-то восхвалить, ну, всех 12 апостолов, если уж мы о них говорим. А тут почему-то честь и внимание уделяется только лишь одному апостолу Фоме. Может быть, он был самый старший, или был самый главный, или больше всех потрудился ради Христа. Ответ очень прост. Надо прочитать Евангелие. Дело в том, что Христос явился 12 ученикам, первый раз очень подробно с ними поговорив, тогда, когда Фомы с ними не было. И когда Фома вернулся к своим братьям во Христе, а те стали наперебой ему рассказывать удивительные вещи, то тот, конечно же, посмотрел на них с жалостью. Мы знаем часто, такое случается, когда человек не может пережить потерю очень близкого, родного человека, и ему начинает казаться, что он живой, что он рядом, что он звонил, или что он писал. Это такая стадия отрицания по психологии в голове у человека. И вот Фома решил, что хором у всех апостолов помутнение рассудка, что они себе придумали, нарисовали, увидели какое-нибудь привидение, и весьма этому смутился. И когда апостолы наперебой стали объяснять ему, что мы ничего не надумали, что это правда так, ты поверь нам, это мы тебе говорим, он сказал вполне конкретные, правильные земные вещи. Он сказал, что вы меня, конечно, извините, но я вот вашему рассказу поверить не могу. Мне нужно увидеть самому, но я, скорее всего, и своим глазам тоже не поверю. А вот пока и дальше идет самое интересное. Фома бьет в десятку, говоря о том, о чем действительно могло бы забыть какое-нибудь привидение, или дьявол, который бы приходил в образе Иисуса Христа. Он говорит о самом главном, о проявлениях любви Иисуса к людям. Ведь, в конце концов, воскресший Спаситель в теле своем, он же должен после распятия оставаться со следами «человеческой любви», в кавычках, я говорю о страшных его мучениях. И Фома именно об этих мучениях и говорит, что пока не вложу пальцы свои в вот эти вот язвы, раны от гвоздей, не коснюсь, пока его ребра прободенного, вот тогда я, вот пока не сделаю, не поверю. И апостолы, конечно, отошли, потому что, а что он такое скажешь, и имеет право человек. Но когда Спаситель пришел в следующий раз, когда уже Фома был, то он первым делом обратился к Фоме и предложил ему это сделать. Евангелие, конечно, не уточняет, вложил или не вложил свои персты Фома. Но сразу видно, что Фома тут же отвечает Господу словами огромной признательности и любви, исповедуя его Господом, радуясь о его воскресении. Но Иисус очень четко замечает, что вот ты видел и веровал, но блаженный, не видевшие и уверовавшие. И, конечно, здесь очень много можно из этой темы поднять. Я бы предложил бы, например, остановиться хотя бы на том, что Господь не осуждает Фому. Он его, конечно, слегка укорил, но он ему не сказал, что ты поступил ужасно и кощунственно, что как ты посмел потребовать утверждения, чтобы я, сам Господь, тебе что-то доказывал, потому что он видел сердце своего апостола. И понимал, что тоже Фома так дорожит любовью к нему, что тоже очень боится довериться случайной новости, обмануться, потом очень горько расстроиться, что это неправда. Он исходил из побуждений никому-то что-то там вот поставить в пику, воткнуть палки в колеса, доказать свою правоту. Он перестраховывался и хотел достичь полноценной, полной уверенности в том, что действительно о чем говорили ученики. И, наверное, для нашей веры это тоже немаловажно. Не просто на веру, безусловно, принимать со священным писанием, слушать батюшек с самвона, которые вещают нам, глаголы Божии, но и немножко самому жить духовной жизнью, чтобы на своем личном опыте увериться в том, о чем говорят множество святых отцов, учителей церковных, учебники по богословию и так далее. Потому что в конечном итоге, безусловно, мы все относимся к той категории, по большей части, о которой говорит Спаситель. Мы не видевшие. У нас, перед нами не совершаются такого обилия чудеса. Мы редко очень можем встретить по-настоящему святых людей. Но мы можем для других людей послужить уверением их в вере, если сможем ответить на их абсолютно закономерные вопросы про нашу веру, обосновав логически, систематически, где-то с помощью науки, какие-то очень порой даже наивные вопросы, на которые человек не может найти ответ. Многие привыкли воспринимать этот праздник вот как день Фомы. И люди даже в народе говорят, вот Фома неверующий. Лично мне кажется, что страшнее оскорбления для этого апостола нам с вами не найти. Потому что Фома-то как раз-таки из-за своей горячей веры решил вот таким образом максимально все сделать, чтобы точно довериться этой информации. Но он не говорил, что он не верит в воскресенье у Христа. Он просто очень сильно боялся обмануться, быть обманутым. И очень не хотел, так дорожил этой информацией, что решил пойти вот таким земным, четким, логическим путем. И если кто-то из наших собратьев и сестер по вере тоже нуждается в каком-то обосновании, когда человек говорит, я готов поститься, но я не понимаю, зачем это нужно. А мы говорим, фу, ты неверующий, ты погибнешь в аду. Нет, надо ему объяснить, надо рассказать, надо привести пример, и вполне возможно, человек удивит вас и превзойдет своего учителя и в посте, и в молитве, и в делании духовном. И вот с этого дня, с этой недели мы начинаем дальше слушать, как уже начали со Светлой Седмицы, деяния святых апостол. Дальше пойдет целый цикл чтений посланий, соборных посланий апостола Павла. И мы увидим, что и этот апостол, и многие другие сделали столько великих и дивных дел во славу Господа Воскресшего, о чем и нам нужно, стоит задуматься. Ведь еще незадолго до этого апостол Фома предлагал пойти и умереть, единственное, кто умереть за Христа. Совершенно верно. Так что не стоит недооценивать и так огульно называть его неверующим человеком. Это такое, конечно, народное влияние, определенное, упрощенное восприятие этого отрывка. Очень полезно. То, что я сегодня поднял тему, это одна из многих пластов. Очень полезно для себя этот отрывок почитать у разных толкователей, святых отцов, толкователей Библии. Они с разных сторон взирают на эту ситуацию и показывают великую глубину вот этого момента с Фомой и объясняют, для чего это нужно. Очень рекомендую многим нашим телезрителям заглянуть в толкование Евангелия, для себя почерпнуть более полезную информацию. На девятый день после Пасхи Радоница. Важный день в жизни каждого человека, каждой семьи. В чем его смысл и что полезного мы можем сделать в этот день, кроме того, как навести порядок на могилке и накрыть поминальный стол? Время есть подготовиться? Очень хорошо о празднике говорит его название. Радоница от слова «радость». И мы идем радоваться воскресшему Спасителю вместе с теми, кто уже без нас этого сделать не может. Вот многие люди в советское время привыкли ездить на кладбище на Пасху. Это не совсем правильно, потому что Пасха – это праздник жизни. И мы в течение вот этих всех восьми даже дней после Пасхи усиленно не поминаем. Мы вынимаем, конечно, частички священники за проскомедии об упокоении, люди отставят свечки, но нарочит их каких-то, панихит, литий по усопшим не совершаем, потому что мы радуемся о том, что жизнь жительствует. Но приходит пора, вот символично для человека девятый день, и мы едем на кладбище, на могилки наших близких и родных, чтобы, как говорили люди в древности, похристосоваться с ними. Многие прям несли яички, целовали три раза в разные стороны памятник или крест на могиле. И в этом выражалась действительно искренняя народная любовь. Мы же вот всю неделю ездили по нашим друзьям, знакомым, любимым и родным. Чем люди, кто уже не живет с нами, не топчет одну землю, должны быть виноваты. Мы тоже идем к ним, потому что они не могут прийти к нам. Замечательно, конечно, что есть вот такой день, который устоялся, и люди уже знают, что вот там будет выходной, что мы поедем, наведем порядок. Но, как вы правильно отметили, это далеко не самое главное, что христианину необходимо сделать в этот день. Любая форма поминовения не должна быть важнее, чем молитва в храме. Потому что общая церковная молитва, участие за божественные турги, где мы причащаемся телой и крови Христовых, ну и, конечно, соборное служение даже той же панихиды, это вообще радость. А уж тем более для наших усопших сродников, конечно, гораздо и ценнее, важнее никакого цвета мы выкрасили им оградку и какую новую травку посадили, а сколько внимания и времени мы уделили на молитву о их состоянии, о их душе, на теплые сердечные воспоминания о благих временах, когда мы прожили вместе. И вот это же все замечательно можно совмещать. Многие люди боятся, что у нас там 2-3-5 могилок, да мы же не успеем. Да все можно успеть. Можно и утром прийти в храм, помолиться за божественные турги, причаститься к тайн Христовых, затем остаться на панихиду, принести приношение. Для чего мы приносим этот набор продуктов? Ну, хотя бы для того, чтобы о наших усопших помолились внимательнее. Это вот в нашей русской традиции. Мы просим человека помолиться. Он говорит, ага, хорошо. Ну, где же ага? В голове столько информации, наверняка забудет. А тут сунул ему огурец, он его будет хрустеть, скажет, откуда у меня такой вкусный, сочный огурец? А, точно дали. И хотя бы лоб перекрестит за того человека, о котором просили молитву. Уже форма молитвы. Поэтому русский человек знает, что нужно накрыть стол. И вот такая вот форма церковной молитвы, она тоже есть. Потому что люди приносят пакетик, а уже в храме это раздается священно-церковнослужителям, сотрудникам храму, помогающим, многодетным, одиноким семьям, престарелым старикам. То есть тем, кто сам себе не может создать вот этот вот праздник, а они тоже порадуются, помолятся о ваших усопших сродниках. И причем ходят целые списки непонятные, кем составленные, что обязательно должен быть хлеб, печеньица. Это все ерунда, не надо никого слушать. Нужно нанести то, что будет радостно и приятно людям есть. Когда у человека в пакете 10 батонов, он, конечно, рад, но он их все 10 не съест. Обязательно один заплесневеет, с другой придется делать сухари, а это уже не та форма молитвы. Надо вспомнить, что любил кушать усопший. Что люблю кушать я? Отчего бы не отказался мой знакомый ребенок? И нести это и в храм, и не только в храм. Своему подъезду, своему коллективу на работу, потому что даже там маленькая шоколадочка, которую мы коллеге отдали, это тоже милостыня за того человека, по которому мы эту милость подаем. А вот потом уже освободившись в 11-12 часов, ну можно со спокойной душой и чистой совестью ехать на кладбище и заниматься обычными обычными земными делами, но тоже ни краска, ни газон, и тем более ни еда, тризна так называемая, языческая, не должны стоять во главе угла. Да, конечно, перекусить можно, но устраивать из этого священодействие, оставляя на могилах воду или, не дай бог, водку, это птицы и без нас найдут, что поесть и попить. Усопшие все равно это не употребляют в пищу, у них немножко другие интересы. А молитву можно совершить и там. Поработали, потрудились, привели в порядок могилку, встали и с молитвослова, мерзким чином, литию пропели вместе со словами «Христос воскресе». И можно дальше двигаться по другим своим делам. Главное, чтобы вот это чисто вот практическое не заслоняло самое главное духовное. Потому что у нас в жизни это так бывает, мы так привыкли заботиться о детях, нам кажется, вот мы о них заботимся. Мы их таскаем по врачам, купили им новую одежду, сунули ему в руки букварь, он говорит «А я хочу с тобой поиграть». Ух, что выдумал, я о тебе забочусь, ты мне мешаешь. Ребенок этого не ценит. Ему нужно, чтобы мама бросила все буквари, одежды, врачей, посидела, обняла и поиграла с ним в какую-нибудь глупенькую игру. Так часто мы и о стареньких родителях. Все в раздражении, в нервах, нужно сюда, бегом туда, ну повернить же, давай надевай носок. И нам кажется, что в этом проявление самоискренней любви и порой забываем о самых малых жестах. Погладить по голове, подержать за руку, поцеловать в щеку. Вот так, к сожалению, и после смерти мы тоже умудряемся за оградками, памятниками, газонами, пятью сумками панихиды потерять самое главное наших родных и любимых усопших, которых этот день должен радовать и напечалить о нашей суете. Будем стараться, уделим внимание этого радостного дня, радостной теме воскресения Христова и с большой радостью, а не раздражением в сердце, посетим места упокоения наших близких, родных. Пусть милосердный, воскресший Господь даст им блаженное, вечное упокоение. Батюшка, а есть ли нет возможности в этот день посетить кладбище? Локти кусать тоже не нужно. Помолиться можно человеку и дома. Конечно, при возможности кладбище стоит посетить в любом случае. Это не должно быть связано с особым днем поминовения усопших. Мы же, в конце концов, и в гости ходим, не только по праздникам. Иногда, когда душа попросят. Поэтому сам день этот нужен не сколько для того, чтобы именно посетить кладбище, а столько для того, чтобы уделить внимание и сердечное место для наших усопших сродников, с которыми мы забыли и за эти 8 дней не успели, не стали христосоваться. Коли мы провели время с нашими близкими, родными, провели время с живыми людьми в храме, теперь стоит провести время с усопшими сродниками. Не обязательно это должно быть кладбище. Есть множество людей, у которых близкие и родные похоронены за много тысяч километров. Есть люди, у которых близкие и родные потерялись, нет их останков. Это не значит, что этот день пропал, и все, все радостно едут на кладбище, я сижу дома и горюю. Мы можем посмотреть фотографии, мы можем повспоминать с родными и близкими этого человека, собрать людей на поминки. Почему бы нет? Собраться на вкусный ужин или обед, угостить людей самым вкусным. Ну и молитва, молитва, еще раз молитва, своими словами. Молитва у красного угла, у икон, краткий чин литии, который совершает с мирянином, можно его из молитвословия. Которая есть в молитвословии. И самая главная молитва, это тропарь Пасхи, Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущему гробьях живот даровав. Вот если человек будет таким образом проводить этот день, я уверяю вас, и Бесакова кладбища, его близкие, родные, отшедшие в мир иной, будут им очень благодарны и рады, что такое внимание и заботу человек им уделил. Я благодарю вас, отец Александр, за участие в нашей программе. Благодарю и вас, Инесса. Христос воскресе. Воистину воскресе, Христос воскресе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok